Отец Джозеф Мартин Я хочу начать с коротенькой истории, которая покажет, что такое жизнь с алкоголиком действующим. И в заключении нашей сегодняшней беседы я также приведу пример, какой становится жизнь с алкоголиком, который уже обрел трезвость. И так жила-была одна старая-старая пара. Ему было 90, а ей 89 лет. Она все время жаловалась, ныла и плакалась на свое здоровье. То не так, это не так, и так все время. В итоге она настояла, чтобы она отправилась в больницу на полное пятидневное обследование, что она не делала в течение последних 37 лет, и она уехала в больницу. И там было все по полной программе. Компьютерная томография и все подобные процедуры, включая обследование верхнего и нижнего кишечника и всего желудочно-кишечного тракта. После всего этого она вернула к себе домой. И спустя неделю лаборатория присылает ее лечащему врачу ее анализы. И вот доктор звонит ей и приглашает к себе, чтобы сообщить результаты ее анализов. Рекомендаций от доктора было немного, ей следовало обратить внимание то на то, то на это. Но в итоге, когда он закончил с перечислениями, он опустил список и поднял на нее глаза. После небольшой паузы он кашлянул и сказал следующее. Я, правда, не знаю, как сообщить вам следующее, но сказать я все же должен. Не знаю как, но вы беременны. Напомню, что той женщине был 89 лет. И вот эта чистая женская душа уставилась на него, и в течение целых шести минут смотрела прямо на него в упор, не произнося ни единого слова. Это была целая вечность. И в итоге ей удалось вернуться из транса, и она спросила, можно я позвоню по вашему телефону? Доктор сказал, ну конечно же, звоните, пожалуйста. Она набрала свой домашний номер, и трубку поднял ее старый муж, алкоголик, он уже был прилично пьян. Эй ты, старый козел, да ты обрюхатил меня? Он же отвечал ей, а с кем я сейчас говорю? А затем алкоголик, наконец, обретает трезвость. Что происходит затем, с приходом трезвости? Одно из самых ужасных вещей, и это достаточно пугающая статистика, что большее количество разводов в семье, где есть проблемы алкоголизма, случается уже после того, как алкоголик обретает трезвость. И главной причиной этого, по-моему, является то, что болезнь запустила в алкоголика корни настолько глубоко, и укоренилась настолько, что и не алкоголик, живущий с ним рядом, жестоко страдает. Это становится похоже на то, что в старую игру внесли новые правила, и порой игроки просто не могут договориться друг с другом. В доме встречаются двое совершенно новых людей. А тот член семьи, который не алкоголик, настолько привык жить в обстановке с больным человеком рядом, что эта болезнь поразила его или ее, их самих, и ситуация становится невыносимой. А сейчас, дамы и господа, я обращаю внимание на то, что когда я употребляю слово «он», это чисто грамматическое обозначение, обозначающее мужчину либо женщину, и когда я употребляю слово «алкоголик», я имею в виду зависимость любого рода, алкогольную либо наркотическую, и посему, с вашего разрешения, я буду употреблять слово «он» в значении «он» либо «она» алкоголик. Значение же слова «алкоголик» означает, что человек зависим от любого химического вещества. В результате всего, вся семья сильно больна, и тут появляется необходимость начать выздоравливать. Удивительная вещь в том, что жизнь целых шести человек автоматически становится лучше, когда алкоголик прекращает употребление. Это больше того, что можно было бы ожидать. И множество людей не понимают, почему семья, в которой старик-отец, либо мама, либо ребенок, либо родитель перестали употреблять, тут же не становится счастливой. Мне был нанесен серьезный урон пьянством другого человека. Вы знаете, о чем я говорю из разных источников, фильмов, собраний и так далее? Нет вообще никаких гарантий того, что мне станет сразу намного лучше, потому что кто-то другой начал выздоравливать. Целая семья больна, и семья целиком нуждается в лечении, терапии и заботе, и это если вся семья вступила на путь выздоровления и сохранения семьи. Каждый из членов семьи должен осознать, что раз он принял решение выздоравливаясь, то это его собственная ответственность. Я в первую очередь отвечаю за самого себя перед Богом. Я не ответственен за тебя, притом, возможно, у меня есть обязательства перед тобой, как, к примеру, у родителей перед детьми, либо у детей перед родителями, либо у супругов друг перед другом. Но первым делом я отвечаю за самого себя. В реабилитационном центре я всегда говорю пациентам и их родственникам, раз уж ты алкоголик, и чтобы вылезти из лап этой смертельной болезни, тебе абсолютно необходимо начать выздоравливать. И неважно, будут ли твои родственники помогать и поддерживать тебя. А вот членам твоей семьи лучше позаботиться самим о своем духовном, моральном и умственном выздоровлении. И неважно, брось ты алкоголик пить или нет. Я отвечаю за себя сам. Раз ты сам заботишься о своем благополучии, а я о своем заботюсь сам, вот тут-то мы можем объединить усилия и путем взаимодействия и сотрудничества постараться решить проблемы с семейными. Одно из самых известных имен в сфере излечения от алкоголизма это Клаудия Блак, которая однажды в одном из своих блестящих выступлений перед группой пациентов затронула несколько моментов, касаемых взрослых детей-алкоголиков. Но вот какие ее слова взбудоражили слушателей. Она говорила следующее. «Все это очень хорошо. Вся информация, слышанная вами, тут была стоящая. Результаты исследований были великолепны. И все те моменты, которыми я делилась с вами сегодня, правдивы, правдивы. Но все это сейчас не для вас. Сегодня ваша основная задача – это заниматься своей трезвостью и вот только уже потом решать семейные вопросы». Итак, кто-нибудь из вас, слушающих меня сегодня, если вы любого рода зависимый человек, или у вас в семье, у кого-то есть проблемы, то вашей главной задачей является собственное выздоровление. Каким образом нам достигнуть этого? Только получить помощь извне. Однажды, получив знание того, что я бессилен перед лицом этой болезни, и все мои собственные попытки помочь другим либо помочь самому себе были бесплодны, тогда мне следует выйти из дому и обратиться за помощью. Основной терапией для тех, кто живет с алкоголиком, либо тех, кто сильно пострадал от жизни с алкоголиком, является Аланон – родственная система выздоровления, которая помогает людям с помощью тех же самых принципов выздоровления с целью возвращения к нормальной жизни. Итак, нам следует обратиться в Аланон и начать с самого начала совершенно новую жизнь. Сперва мне придется подвергнуть переоценке все то, что есть у меня в голове, и на это, вероятно, уйдет несколько лет. Мне следует изменить мое отношение к вещам, которые долго руководили моим поведением, и до тех пор, пока само мое поведение не станет другим. Однажды, ухватив несколько правдивых принципов, даже если прежние чувства пока остались, мое поведение все равно начинает меняться. Я осознаю, что мне по силам делать множество из вещей, которые нравятся, либо не нравятся, при условии, что я стремлюсь к цели личного выздоровления, а затем и семья начинает выздоравливать. Меняться тяжело, и это очень и очень трудное дело. И вот я как-то слышал от одного человека, который сказал следующее, этот измученный мир подозрителен к изменившимся. Как леопарду не под силу избавиться от своих пятен. А вот в мире алкоголизма мы видим, что изменения – это нормально. Он добавил также, что в АА и в Аланоне чудеса – это обычное дело. Поэтому, несмотря на все изменения, поэтому, несмотря на все изменения даются сначала, очень трудно, до того, как они укоренятся. Почему, скажем, для нас тяжело избавиться от своих привычек? Да, милости ради, мы угрохали кучу времени в своей жизни, чтобы обрести их, и мы их любим, а не часть нашего тела. И вот все начало меняться, переворачиваться, съезжать привычных рельсов, и привело к глобальным изменениям. Это очень непросто. Самое лучшее определение трезвости, данное Биллу Уилсону, было вот каким. Что, по вашему мнению, означает фраза «духовное пробуждение»? Спросили как-то его. И его ответ был таков – это кардинальное изменение личности. И как все путешествия, все начинается с первого шага, как все здания начинают строиться, с первого капка лопатой при выемке грунта для фундамента. И когда кто-либо говорит, что Рим был построен не за один день, это так. Что вы говорите, когда ваши дети проявляют нетерпеливость, говоря, скажем, «Я хочу быть врачом, папа, для чего мне нужно ходить в школу? Почему бы мне не стать им прямо сейчас? Почему бы мне не приступить к работе на следующей неделе?» и так далее. Да потому что, почему мне нужно впахивать в средней школе? Зачем пахать в институте, быть медсестрой, либо медбратом? Да для того, чтобы вам хорошо подготовиться к главному. Вот это и есть как раз именно то. Семья и становится тем самым началом. Мои отношения должны стать другими. Я жил с основными чувствами своей жизни – виной и стыдом. А мне необходимо научиться изменить свои отношения в том, что никто не виноват. Никто. И алкоголик не виноват, и я не виновен. И посему мы говорим множество и множество раз о том, что многие люди на Земле испытывают чувство вины и зависимы, и все те, кто живут с ним, все они испытывают вину. А вот так работает болезнь. Это как рак. Это съедает изнутри. Это убивает изнутри, как инфизема, отек легких. Никто не стремится приобрести инфизему или алкоголизм или рак. Это просто происходит. А когда это случилось, болезнь начинает диктовать, что делать, что приводит к проявлению болезни. А для людей, не осведомленных, как работает эта болезнь, все это оборачивается боком. И поэтому я начну со страшных вещей, которые рвут и ломают мою собственную жизнь. Вначале мне следует осознать, что алкоголик не непременно виновен во всем том зле, в котором, как я полагал, он обязательно виновен. Мне следует принять то, что никто не должен быть обвиняем в том, что он болен, даже невзирая на все последствия его ужасающих поступков. Мне должно будет принять одиночество и пустоту тех лет вражды, разочарований и смятений, злобы, а порой даже ненависти. Мне даже следует попытаться преодолеть это и не просто игнорировать, либо просто запрятать подальше сотни, а может быть даже тысячи нарушенных им обещаний. Страшные вещи. Я сейчас пытаюсь устроить будущее так, как я никогда не делала, без всякого доверия, когда он, либо она внезапно говорит, да я теперь трезвый. И вот мне предлагается произвести полнейшее изменение моих чувств и моего собственного поведения. Да это практически невозможно. Злоба, разочарование, самые страшные обиды, мои воспоминания из прошлого, издевательства, эмоциональные бумеранги, все накопленное, все это выстроило. Внутри меня целые острова боли. Они не могут просто так испариться. У меня нет душевных сил заставить их исчезнуть самостоятельно. Если только когда-нибудь вам не приходила в голову мысль о силе более могущественной, чем вы сами, то, конечно, можете попробовать самостоятельно избавиться от всего этого. Как можно простить измену? Да как во имя небес можно когда-нибудь простить инцест? Как можно простить физические побои и так далее? Ведь известно о том, чтобы пройти эти испытания, следует обратиться за помощью и применить это все в семье. Но что самое ужасное во всем этом, если у нас есть желание пройти через все это, в надежде, что когда-либо мы обретем счастливую семью, когда фундамент строится на трезвости одного, но вдруг все разваливается. Я не желаю отказываться от своего мученичества. Я не хочу отпускать своего козла отпущения. Я не желаю избавляться от своего извращенного удовольствия ради того эфемерного, что получу когда-то. И сверхсказанного, я не буду вступать в свои обязательства, которые взвалил на себя однажды, когда этот клоун вернулся обратно и может отобрать их у меня. Помню один случай из жизни семьи выздоравливающего алкоголика, который уже три года как был трезвым. Его 19-летняя дочь вернулась домой со свидания в воскресеньях в 5 утра, когда ее старик-отец уже бился головой о потолок. Он читал ей гневную мораль, когда мать спустилась вниз, вошла в комнату и выпалила следующее. Да как ты смеешь сейчас лезть в ее жизнь? Она моя. Я вырастила ее. Где был ты, когда она была подростком и нуждалась в тебе? Провалив отсюда куда-нибудь пьянь. Сейчас тебе уже не нужно никуда вмешиваться и пытаться повлиять на нее, и не пытаясь вести себя как отец. Она принадлежит мне. Отвали. Представь, сколько понятий о замуществе и отношении к браку и семейной жизни. Это 19-летняя девушка, когда придет ее время и ходит замуж, понесет к брачному алтарю. Что же, это, вероятно, произойдет в ближайшие 5 или 6 лет, а пока весь дом алкоголика наполнен сплошным ужасом. Это предстоит прожить. И все это начинается в голове и в сердце. Отношение к проблеме и изменение восприятия, вот что поможет изменить мое поведение. И мне не следует забывать о том, что я сам несу ответственность за самого себя. Боже, даруй мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. А знаете, что я не могу изменить? Я же убедился в этом во время моего употребления. Я не могу изменить другого человека. Я пытался, я манипулировал, я даже дозволял манипулировать собой. Все эти игры, происходящие в домах алкоголиков, и от всего этого придется избавиться и уступить место честности в поступках. Однажды я слышал, как одна женщина, у которой претерзвел муж, говорила следующее. Да это просто какой-то кошмар. Когда он пил, мы точно знали, что можно говорить, а что говорить нельзя. Мы точно знали, что можно и чего нельзя делать. Сейчас же он трезвый, это просто цирк какой-то. Мы не знаем, кто он такой. Он то тут, то там, он везде. И да, мать, к примеру, приучила своих детей вести себя особенным образом, когда их папа пил. Ты вот этого не говори своему отцу, когда он пьян. И вот этого ты тоже своему папе не говори. Вы знаете, даже животные знали о том, что мы выпивали. Дети и животные узнавали об этом мгновенно. Мне известно несколько таких случаев. Мужчина подходит к входной двери с работы, и его жена прямо с кухни начинает кричать. О, ты уже напился. Он думает, что она заключила сделку с дьяволом, и что у нее глаза на затылке, но в действительности все оказывалось просто. Их собака перед его приходом всегда ждала перед открытым центральным окном, когда ее хозяин возвращался с работы в карьере. И она по запаху издалека сразу чуяла, что хозяин уже принял на грудь. Собака резко бросалась под кровать. Она совершенно не желала, чтобы хозяин открутил ей уши. Жена, видя все это, бросалась бегом на кухню, хватала за чистку картошки. Ну а как открывалась входная дверь, она начинала голосить. Ну вот, ты опять напился. Муж и не знал о том, что их пес задавал его на протяжении целых четырех лет. И я начинаю вести себя таким образом, чтобы он снова не начал пить. И вот, приходилось ли вам слышать или говорить следующее? Если я скажу «да», то все равно буду неправа. А если я скажу «нет», то неправа будут все опять. Я слышал, как множество жен говорили, он все равно будет орать на меня, сделаю я это или не сделаю. Видите ли, если взрослый мужчина заканчивает диалог отговорками и оправданиями, то он преднамеренно ускоряет спор по привычке, чтобы уйти в злобе и напиться. Но нет другого способа. И, конечно, его супруг или супруга считают, что сходят с ума, ведь они не могут сказать или сделать что-либо правильно. И вот подобное, все это, дамы и господа, остается в памяти. И всего этого и состоят в жизни в домах алкоголиков. Все это внутри каждого отдельного члена большой семьи. И вот семья сталкивается с новым феноменом. Он стал трезвым. И очень часто случается так, что мы все еще хотим контролировать все вокруг, чтобы быть осторожными в том, что говорится или делается для отца. Мы же не хотим, чтобы он снова запил. Я опасаюсь сказать то, 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 это, что может перевернуть его, то, что может побеспокоить его хрупкое новое состояние, называемое трезвостью. Мы не вправе этого сделать. И вот один из членов семьи попадает в Аланон и начинает делиться своим опытом и силой духа и надеждой с другими. И вот она начинает тут осознавать, что он сам является личностью, что он больше не несет ответственность за трезвость другого члена семьи. И у меня появляется осознание того, что раз он алкоголик, не в ответил за свою болезнь, что раз он, что раз алкоголик не в ответил за свою болезнь, то он сам и только сам несет ответственность за свою трезвость. Я начинаю развиваться как личность. Я должен буду забыть об осуждении. Я должен буду научиться доверять. Да, боже мой, он ведь давал, я всегда нарушал несметное количество обещаний. Но так надо. Доверие – это основа. Ведь придется же начинать когда-то. В этот раз все по-другому. Если вы присмотритесь внимательно, вы увидите, что в этот раз, по другой стороне, присутствует искреннее желание измениться. Мне следует сосредоточиться только на себе. Я смогу изменить только одного меня. И если во мне происходят достаточно хорошие изменения, то знаете, что я делаю? Я начинаю вдохновлять к изменению других, так как это происходило со мной. И мне никогда не удастся изменить другого человека. Кто из вас, выходя замуж, смотрел на свою любимую и говорил, «Дорогая, я в своей жизни не пожалею на то, чтобы сделать тебя счастливой». Да хорош, ты не в состоянии сделать счастливым никого. Это разочарование и жало в сердцах людей. Я ведь так старалась. Я жизнь свою положила на него. Он продолжает. «Так зачем тогда продолжать мне делать все это?» Да вот затем, чтобы увидеть то, с чем тебе придется справиться. И тогда начнут происходить в твоей жизни новые начинания, день за днем. Да потому, что новые мысли появятся в своей жизни, которые за 15 или 20 лет прежней жизни будут сопротивляться прошлому раз за разом. И раз за разом. В лечебном центре я всегда говорю по центрам следующее. Травинка растет лишь при солнечном свете. И пока саму солнце дает жизнь. Это значит, что все в природе находится в равновесии. Все зависит от света, либо дождя, либо питания. В духовной жизни мы, вы и я, растем день за днем. Некоторые из них тянутся крайне медленно. Дамы и господа, обрести святость в один миг нельзя. Невозможно в году удалиться от всего на выходные, с городом на пару дней обрести безгрешность. Это требует работы, ежедневного труда. Что за труд? Да это пытаться использовать 12 принципов программы А в своей ежедневной жизни, которые совершенно одинаковы как для А, так и для АЛАМОНа. Терпение, терпение, еще раз терпение. Я знал одного мужчину, который всегда говорил, что главным в оздоровлении является фактор времени. Как-то один священник, проходящий курс реабилитации, задал ему такой вопрос. Почему мне так плохо идет процесс выздоровления? Он был прямо раздираем, нетерпеливостью. И получил он следующий ответ. Святой Отец, сколько лет вам понадобилось, чтобы дойти до того состояния, что привело вас сюда? Нам не удастся мгновенно избавиться от всего того ущерба, что мы нанесли своей душе за столь долгое время. И это не дни, недели и месяцы. Собственно говоря, старый доктор Грин, от которого я узнал многие факты для моей лекции, смелого доски, говорил, что требуется минимум два года, чтобы произошли коридные изменения, чтобы интеллект начал наконец преобладать над эмоциями. Я всегда говорю тем новым алкоголикам, вступившим на путь выздоровления, что хоть они и не должны, но если они не верят в это, я не могу заставить их поверить, но я расскажу вам, что делать дальше. Когда вы достигнете 5 лет трезвости, оглянитесь назад на свои первые 2 года трезвости, да вас потянет залезть головой под ковер. Вы вспомните, что то ваше время было сравнимо с эмоциональной игрушкой йо-йо. Хорошо, а теперь поговорим о том, что сделал практически невероятно. Это посмотреть на то, что есть хорошего происходящих событий и людей. Я помню, как одна замечательная женщина, прожившая внутри себя все ей известные миллионы ошибок своего мужа, сказала мне следующее. Я обратила все свое внимание на его лучшие стороны и стала хвалить его за это. А все плохое я не пускала дальше. Я все свое внимание уделяла хорошему. Что же это такое, посмотреть на то, что есть хорошего происходящих событий и людей? Во-первых, это вера в то, что это наконец-то сработает. А вера — это часть существования человека, без нее мы просто грязь под ногами, мы просто ничто. Вот есть такая история. Две монахи едут по загородной дороге на машине флэксваги «Жук». У них кончается бензин, и более старшая монашка обращается ко второй. Иди дальше по дороге и поищи заправочную станцию. Ну и не найдешь, ничего, возвращайся, кто-нибудь будет проезжать мимо и поможет нам. Так вот, заправка оказалась почти через 500 метров, прямо за поворотом. Правда, она была маленькой старой сельской заправкой на одну колонку. Монахиня объяснила служащим, что с ним произошло, на что он сказал, «Никаких проблем, сестра, у нас тут полно бензина». Он поглядел вокруг, в поисках канистры или емкости для бензина, но ничего не нашел. Он сказал, «Погодите минутку, пошел к себе». Он жил там же, в маленькой однокомнатной бытовке. Довольно смущенный, он выходит отсюда, не вся в руках ночной горшок, что обычно ставят под кровать. Он сказал, «Вот то единственное подходящее, что мне удалось найти, сестра». Он уже смущался. Монахиня же произнесла, «Ничего страшного, давайте наливаем бензин в горшок, я верну его вам через пять минут, когда мы доедем в горы». И так они наполнили бензин на ночной горшок, и она пошла с ним по дороге назад к их машине. И вот они открыли заправочную горловину, и монашка начала потихонечку наливать бензин в горловину бака из ночного горшка. И вот тут, мимо них, проплывала автопоезд, водитель которого так ошалял от увиденного, что вдарил по тормозам. И фура взгвизгнула всеми тормозами, начала останавливаться. Он врубил ручник, выпрыгнул наружу, побежал к монахине. Подбежав, он увидел, как одна из них стряхивает с ночного горшка в бак последней капли, на что он пробормотал, «О, Господь, милосердная сестра, вот бы мне иметь такую веру». А вот затем начинается процесс, который раньше казался практически невозможным. Он называется взаимодействие. Нам нужно научиться показывать друг другу то, что мы чувствуем. Временами случается, что мы замалчиваем что-либо, и в результате выходят плохие последствия. К примеру, в 30-х годах произошло вот что. Я помню это, я был тогда мальчишкой. То были времена, когда происходило становление частной авиации. Примерно за оплату в размере 5 долларов на частном аэродроме можно было полетать на маленьком самолете. Такие, знаете, были самолеты с открытыми местами, прям за летчиками между крыльев. На них можно было совершать полеты прямо над городами. И вот один пожилой человек по имени Скотт, которому он был под 90 лет, перед тем, как он улетел, захотел полетать на таком самолете вместе с своей женой. Они прибыли на такой маленький аэродром, нашли там молодого пилота, и Скотт сказал, что они хотят полетать на его самолете. На что летчик согласился. «Окей, 5 долларов в час, каждую вперед». И тут Скотт воскликнул. «Да мы не думали, что придется платить столь дорого». Он же возразил, что самолет требует расходов, и пошли поехали, и долго спорили. В итоге пилот разболелась головой, он посмотрел на старого Скотта и сказал, «Хватит болтать». «Хорошо, я беру вас, но пообещайте, что заплатите мне половину, хотя бы половину суммы за каждого из вас, если хоть один из вас двоих испугается и закричит». На том они и договорились. И вот он усадил пожилую пару в заднюю кабину и повторил их уговор. «Так, если кто-то из вас, испугавшись, закричит, то платите половину по рукам». «Да, он забрался в кабину пилота, и заведя двигатель уже подумал, что рев двигателя слишком грома для его пассажиров. Но ничего, он поднялся в воздух. Это для пилота становилось как игра, он должен был заставить их закричать. Он исполнил несколько бочек, ничего, несколько мертвых петель, тишина, несколько восьмерок, девяток, десяток. Опять безрезультатно, пять долларов утекали от него, еще пятерку стоило потраченного топлива. Это было уже не игра, это был вызов. Он должен был заставить их закричать. Он даже пролетел под мостом, здорово испугавшись сам, он никогда раньше не делал такого. Опять ничего. Короче, он сделал все, что только могло прийти ему в голову, чтобы хоть кто-то из парочки обделался от страха. В итоге в его баках кончилось горючее, и он вынужден был приземлиться. Он вылезал из кабины бармача проклятье, он был просто бешен на самого себя. Приземлившись, пилот даже не взглянул на своих пассажиров. Старик же бодро вылез из своего места и затаратурил. Да я не орал, потому что бессмысленно было уже орать, раз моя жена уже выпала из самолета. Да и денег было жалко. Порой молчание совсем не золото. Одной из самых сложных в мире вещей считается принятие другого человека таким, какой он есть. Ведь кто-то потратил всю свою жизнь на то, чтобы попытаться изменить другого человека. Я пытаюсь сделать так, чтобы он перестал пить. Мне ведь так трудно, когда он опять напивался. Да что же это такое? Собрание, 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 опять собрание. Кто вообще все эти люди? Все выглядит так, как будто теперь он больше думает обо всех других, чем тут дома о нас. Теперь он всегда говорит лишь о своем ИА. Он постоянно на своих собраниях. Посему следует твердо осознать, что в начальных этапах пути выздоровления будет лучшее количество всего того, что помогает выздоровлению будет как можно больше. Все это крайне важно для алкоголиков. Это дело жизни и смерти. Ему сейчас быть там. Да как же вы не поймете. Я отдавал ему все свое время, когда он пил. Я знал одного мужчину, которому сильно досталось за время употребления его супруги. Вот в точности то, что он сказал своей жене, когда она перестала пить. Наш брак был гораздо счастливее, как ты пила. Поэтому и мне нужна твоя помощь. Затем вам придется принять другого человека таким, какой он есть. Многие алкоголики никогда не получат прощения. Я недавно слышал, как один мужчина сказал следующее. Послушайте. Когда я пил, моя жена была мне самым лучшим другом. Моя жена была мне самым лучшим другом. Сегодня же она не простила мне ничего из всего произошедшего за годы моего пьянства. Я просил прощения за все то, что я сделал по отношению к ней лично тоже, продолжил он. Она не простила меня ни за что. И вот он встал перед выбором. Он может взять или не взять все то свое прошлое с собой в могилу, зная о том, что его жена не простила ему ничего. Но я помню, как он сказал мне, я никак не могу изменить ее. Абсолютно это не в моих силах сделать. Но он продолжает ежедневно работать над тем, чтобы изменить самого себя. И он из законченного пьяницы превратился в одного из самых прекрасных людей, кого мне довелось встречать в жизни. Я знал одну женщину, которая говорила следующее. Мой муж теперь совершенно перестал замечать меня. Он постоянно весь такой трезвый, спокойный и умиротворенный. Все жизненные трудности он теперь встречается с внутренним спокойствием. И все это просто необъяснимо для меня. Ну, а меня теперь как будто вообще не существует. И, О, Боже, как же много нужно терпения, чтобы ждать прогресса сантиметром за сантиметром. Я думаю, что лишь людям с большим сердцем это под силу. Только люди с большим сердцем и желанием восстановить свою семью могут сделать это. При попадании человека в программу вдруг среди близких зарождается ревность к людям из программы. Ведь теперь алкоголик может только и говорить о своих новых товарищах по программе, восхищающих его. Теперь Бог не просто слово для меня, говорит, вступивший на путь трезвости. Ну, я как-то же вынесла весь ужас вместе с ним 26, 12 или 8 лет. А он только и делает, что разглагольствует об этих великолепных людях, что помогают ему. Хотя ведь, по сути, лишь благодаря мне он остался в живых и попал туда. Но мне необходимо поменять свое мышление, либо оно просто уничтожит меня. Мне остается сменить мой стептицизм на веру. Два имя всего святого. Если выздоравливающий говорит о чем-то, прошу, поверьте же ему, пока не доказано обратное. Я всегда раньше верил ему, но у меня всегда постигало разочарование. Но сейчас все по-другому. Верьте ему. У меня есть отличная история о верующих людях. В одном очень бедном маленьком городке на юге страны был один священник. И вот как-то он шел по главной улице и проходил мимо двух стоящих напротив друг друга церквей. Одна называлась Баптийская церковь Скольской скалы Пенсильвании, а вторая Реформистская баптийская церковь Скольской скалы Пенсильвании. И вот ему навстречу своего дома вышел один очень старый местный священник. И он спросил у вашей преподове, вот вы меня хорошо знаете, я служу в этих местах уже 14 лет, и хожу между этих двух церквей каждый божий день. И какая же разница между этих двух стоящих напротив друг друга церквей? Пожилой священник ответил так. Что же тут суть в богословских различиях? Итак, Реформистская церковь учит, что дочь фараона рассказала, что обнаружила корзину с тем младенцем Моисеем среди кустов тростника, а наша церковь учит тому, почему она об этом рассказала. Они совсем не поверили ей. Вот и так, какие качества являются важными в моей собственной жизни, чтобы жить в мире с другими людьми? Это терпение и время. Время, еще раз, время является главным следующим фактором. Мужество, мужество, чтобы изменить то, что мне по силам. Мне нужно сделать, мне нужно изменить мои негативные мысли, мои негативные отношения, мою ненависть, мои собственные глубокие обиды. Все, что мне нужно, это работать над этим. Дамы и господа, позвольте мне сказать вам еще вот что. Если я по-настоящему работаю над собой, делая меня лучше, я сейчас говорю вечно о себе, а не о вас, если я начну так же рьяно работать над собой, как я у себя в голове замечаю, что неправильно вокруг меня делают другие люди, и как им вообще следует поступать, то меня вполне вероятно причислили бы к лику святых уже к следующему четвергу. Готовность — это главное, чтобы слышать и учиться на опыте других людей, и принятие того, что есть сейчас. И, конечно же, надежда. Надежда на то, что семья, наконец, станет такой, какой ей следует быть. Выбросьте из головы воспоминания своего прошлого. Вы знаете, как это бывает. Начинается романтизирование прошлого и всего того хорошего, что там было. Супруг создает в своем воображении того спутника, которого раньше совсем, может быть, и не существовало, еще до того момента, как он начал пить, и жизнь покатилась под откос. Вполне возможно, супруг и был хорошим, может быть, даже великолепным человеком, но нам свойственна идеализация и выдумывание волшебного мира под давлением желательных для нас смыслей. И вот еще что. Если каждый член семьи будет стремиться к его идеалу, то сперва надо начать с самого себя, а затем уже привносить себя в семью. Вы познаете такую любовь, о существовании которой раньше даже и не могли себе представить. Много лет назад один мой друг говорил мне следующее. Ты знаешь, моему браку конец, он разваливается. Мне это известно, ей это известно, и все наши родственники уже об этом знают. В общем, конец, надежда никакой. Ты знаешь, хоть мне уже не на что надеяться, все же мне бы очень хотелось, чтобы хоть когда-нибудь в жизни моя жена поняла, что же со мной в действительности произошло, что я по-настоящему не конченный человек, что я ее любил и поныне люблю, и что это болезнь сделала со мной. Но он добавил, что такое практически невозможно. И знаете, что я ответил ему? Ты знаешь, я не могу дать тебе абсолютно точный ответ касательно всего того, что ты мне рассказал, но скажу тебе лишь одно. Останься сегодня трезвым. И когда наступит завтра, повтори то же самое. Продолжай поступать так день за днем, и с тобой начнут происходить замечательные вещи. Знаете, спустя 15 лет я выступал на одном мероприятии в Питтсбурге, и ко мне подошел тот самый мужчина со своей женой под руку и поздоровался со мной. Ну и в конце отмечу, вот где есть ответы на все ваши молитвы. Это в Валаноне. Там расскажут, что мне, мне надо будет сделать в первую очередь начать выздоравливать самой. И лишь затем то же самое получится и в семье. Найти свою домашнюю группу и регулярно пищать собрания. Посещение собраний, дамы и господа, можно сравнить с молитвой. Ведь главный не единовременный эффект, а стабильность и регулярность. Ведь одна минута молитвы в сутки, каждый день в течение года, будет намного эффективнее, чем молиться по 6 часов в день к ряду в течение всего января, а потом сказать, в порядок, я уже намолился на целый год вперед. Постоянство. И осознанность. Применение шагов. Непосредственно в свою собственную жизнь. Я должен произвести мой анализ своей собственной жизни. Мне следует рассказать другому человеку об истинных причинах моих неправильных поступков. Мне придется вырастить внутри себя желание возместить причиненный мне ущерб. Я всегда так говорю о девятом шаге. Что же делать, если я должен возместить причиненный ущерб тому, кто сам долгует передо мной? Кому это делать первым? Я пойду тогда, когда все внутри меня скажет, что я должен идти. И неважно, возместил ли мой должник свой долг передо мною. Далее, найти наставника, которому вы доверитесь, под водительством которого вы будете совершать действия. Дамы и господа, вам, вероятно, известна старая поговорка в обеих программах, А и в Алланоне, что когда ничего больше не помогает, то надо следовать инструкциям. Благодарность за сегодняшнее благополучие может принести огромную пользу в будущем. Но главной остается молитва. Ваша семья неустация невыносима? Вы не верите? Так поверьте! Если вы до сих пор ни во что не верили, то, может быть, сейчас как раз самое время начать, у вас нет высшей силы. Я как-то раз слышал, как один мужчина говорил, если у вас нет своей высшей силы, тогда берите взаймы мою, она прекрасно работает для меня последние 30 лет. И еще вера. Вот что является превыше всего, даже болезни, алкоголизм и процесс выздоровления. Потому что там, за стенами, раскинулся целый огромный мир, большой мир. Дамы и господа, жизнь слишком коротка, чтобы заниматься еще чем-то другим, а не этим. Жизнь слишком коротка, чтобы продолжать жить несчастными. Мое счастье в моих собственных руках, а не в руках моего мужа, не в руках моей жены, не в руках моих детей или моих родителей. Я несу ответственность за то, счастливый я человек или нет. Только я. И в результате я достигаю той стадии зрелости, когда я знаю, что я выживу, несмотря на все то, что творится вокруг меня. Происходящие события показывают мою адекватность поведения в этом мире. Я осознанно живу свою жизнь. Мне хорошо с самим собой. И неважно, нахожусь ли я в толпе людей, либо я читаю книгу в полном одиночестве, мне комфортно. Потому что я осознанно делаю все то, что мне нужно делать. Ибо я знаю, что я осознанно расту. Ну, а сейчас я расскажу вам историю об одной старой-старой семейной паре. Все у них хорошо. Они жили вместе, восторавливали вместе, пережили вместе множество счастливых дней, а также они вместе прошли множество испытаний и трудностей, присущих нормальной жизни. Итак, вот эта пожилая парочка готовится ко сну. А он все никак не может остановиться. Ее понесло. Она пытается уснуть. Он же никак не замолчит. Его переполняет, собственно, безгрешность. И вот он затянул о том, как же милостив был к ним Господь на протяжении всей их жизни. И вот так он говорил все это, сидя на краю кровати. Так, не забудьте, что им было уже за 90. Эй, мы с тобой женаты уже 76 лет. И мы никогда не расставались. С нами не случались серьезные болезни. У нас великолепные дети. Наши внуки просто прекрасные. Господь был к нам очень милостив. Ты знаешь, вот совсем недавно я стал замечать, что Господь стал принимать непосредственное участие в моей личной жизни. Прошлой ночью я вставал в туалет, дорогая, берусь на дверную ручку, потяну, и тут сам Господь взял и включил для меня свет. Я пописал, сделал дело, когда закрывал дверь, то свет сам выключился. Тут его жена как стукнет ему локтем под бок, да как вас кликнет, так это ты, дурак, опять пописал в холодильник. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.